Зачем железному человеку керосин? Насколько близко апокалипсис криптовалют? И как Face ID ударил в грязь лицом? Об этом и многом другом мы поговорим сегодня в Take It Easy шоу о самом главном и интересном в мире IT. Ну что, втарил говна на распродаже? Напиши нам в комментах, что приобрел 11.11 у ушлых китайцев. Ну а теперь к новостям. Погнали! Нет, стоп, сперва зацени обновленную версию робота Spot Mini от Boston Dynamics. Правда, он няша? Ну а теперь точно к новостям. Погнали! Вот я всегда знала, что лава-лампы это не просто залипательные декорации. Недавно выяснилось, что компания Cloudflare использует сотню лава-ламп для генерации ключей безопасности. Суть в том, что движения пузырьков парафина в лампе считываются специальной камерой и затем используются для генерации случайных битов. Ну а потом они применяются для создания ключей шифрования трафика, что экономит кучу вычислительных мощностей. Ну а если использовать желание беременной женщины в качестве ключей шифрования, то их точно никто никогда не разгадает. Сначала железный человек появился в комиксах, затем он переметнулся на киноэкраны. И вот совсем недавно он добрался и до нашей реальности. Британский изобретатель Ричард Браунинг создал летающий костюм на реактивных двигателях, а затем установил на нем мировой рекорд по скорости полета, разогнавшись до 51,53 км в час. Правда, только с третьей попытки и не в таких условиях, как Тони Старк в Афганистане. Сам костюм напоминает экзоскелет. В нем есть шесть мини-двигателей на реактивной тяге, каждая по 22 кг села. На спине конструкции закреплен топливный бак с авиационным керосином. Пока что батарей, которым можно заменить бак и облегчить конструкцию подобных костюмов, еще не изобрели. Осталось дождаться, когда к этому костюму прикрутят репульсоры и искусственный интеллект. Но еще интересно увидеть, кого следующего из героев комиксов воплотят в жизнь современные инженеры. Эй, Чак! Тем временем, в Игиликс анонсировали новую серию публикаций под названием «Волт 8». В этой части ресурс будет выкладывать исходные коды правительственных малварей и их инструменты. Первым под микроскоп в Игиликс попал тулкит Hive. Это фреймворк, предназначенный для управления малварями. У Hive была одна забавная фича. Для маскировки своей деятельности он использовал поддельные цифровые сертификаты и прикидывался антивирусом Касперского. Неужели фирменный вопль антивируса Касперского – это крик разоблаченного ЦР-шника, а не сигнал о вирусе? А еще сильнее! Еще сильнее! Экономист Нурель Рубини, предсказавший глобальный финансовый кризис 2008 года, пророчит скорый апокалипсис и полный разгром криптовалютам. По его словам, как только крипторынок начнут регулировать, его крах будет неминуем. Кстати, о крахе. 8 ноября на своем пике биткоин стоил 7882 доллара, а в понедельник, 13 ноября, его курс упал до 5600 долларов. Это может быть связано с переключением инвесторов на биткоин кэш, который поднялся на 40% и стоил 2478 долларов. Но в понедельник его курс снизился почти вдвое, до 1325 долларов. Да, кстати, и вечером, 12 ноября, все-таки запустили сеть форка Bitcoin Gold. А что ты думаешь о нестабильности криптовалют и постоянных форках битка? Напиши нам в комментах. Тем временем, вьетнамцы решили отомстить США за 55-й год. Ну, как США, купертиновцам. Короче, это фиаско, братан. Сотрудники вьетнамской компании BKVO смогли хакнуть пресловутый Face ID. Apple утверждали, что Face ID невозможно обмануть маской, но как бы не так. Инженеры BKVO создали маску лица одного из сотрудников, который как раз обзавелся новеньким iPhone X. Обманка состояла из распечатанных двухмерных изображений глаз, силиконового носа и изготовленного на 3D-принтере каркаса. То есть вместо абсолютного реализма команда инженеров создала маску для обмана технологии просчета глубины. Разблокировать iPhone X получилось с первой попытки. Кстати, программисты сообщили, что потратили на производство маски около 150 долларов. Если ты купил себе iPhone X и заметил, что твое лицо обмазывают силиконом, то будь осторожен, скорее всего тебя пытаются хакнуть. Билл Гейтс решил построить собственный город и для этого купил землю. Ну, не всю землю, а кусочек Аризоны площадью 10 тысяч гектар. Участок за 80 миллионов долларов пойдет под постройку умного города. В нем будет своя инфраструктура, высокоскоростные цифровые сети, дата-центры и автономный транспорт. Согласно документам Belmont Partners компании Гейтса, около полутора тысяч гектар земли отведено под постройку торговых и жилых зданий, школ и офисов. Когда начнется строительство, пока не ясно. Интересно, а когда город все-таки достроят? Дадут ли главарю мелкомягких титул «Князь Билл Гейтс Аризонский»? И переходим к мероприятиям в Украине и за рубежом, которые достойны твоего присутствия. В Киеве 18 ноября будет проходить Киев Робо Кэмп. Во Львове 17 ноября стоит обратить внимание на Львив Геймдев Миксе. И 18 ноября не пропусти Львив Аутсорсинг Форум. Ну а если у тебя есть младший брат-старшеклассник, то для него в Харькове 18 ноября проводится чемпионат по информационным технологиям ХАИ-АйТи Кап. Будешь 17 ноября проездом в Копенгагене? Загляни на конференцию Startup Weekend Mega Edition. Теперь ты знаешь, ради каких ивентов стоит покидать свое тепленькое гнездышко. Это были все актуальные и достойные твоего внимания новости за последнее время. И переходим к ответу на загадку из предыдущего выпуска. Итак, второй подсудимый оказался аборигеном, а третий – пришельцем. Быстрее всех правильно ответили The Voin, Юрес Видео и Георгий Бекоев. Респект! Ну а теперь свежая задачка. Первого января в загон посадили пару кроликов – самца и самку. Эта пара кроликов производит новую пару в первый день февраля и затем в первый день каждого следующего месяца. Каждая новорожденная парочка кроликов становится зрелой уже через месяц. И еще через месяц может дать жизнь новой паре кроликов. Сколько пар кроликов будет через 12 месяцев после начала размножения? Свои ответы пиши нам в комменты. С тебя лайк этому ролику, подписка на канал и звонкий теребоньк. Кстати, говорят, один человек подписался на Take It Easy и на его новом iPhone X пропала зеленая полоса. На этом у меня все. Пока-пока.